Добрый день. Добрый, добрый день. Мы находимся в Новогорске на базе сборной России, олимпийской базе. Неоднократно уже тут было и с юношескими сборными и с молодежными. Что я тут делаю? Мы перед очень важными играми на мини-сбор вместе с молодежной сборной. Расскажи, у тебя есть какое-то любимое воспоминание об этом месте о Новогорске? На самом деле всегда приезжаю с хорошими и воспоминаниями, и впечатлениями, потому что и базы, и условия, все тут, все на высшем уровне. Постоянно встречаюсь с ребятами из других клубов, поэтому у нас атмосфера супер сборной. Только теплые воспоминания и теплые впечатления от этого места. Ну расскажи, вот в этом месте удавалось, может быть, какие-то даты справлять, там дни рождения, было что-то такое? Нет, к счастью или к сожалению, нет. Какие-то праздники? Нет, нет, нет. Мои дни рождения, мои праздники тут не праздновались. Ты знаешь, я сейчас могла бы попросить тебя поприветствовать зрителей на татарском, но я не буду, и попрошу тебя поприветствовать на английском. Слушай, я думаю, что ты будущий амбассадор нашего спонсора, английской школы языка и все. Надеюсь. На самом деле, последнее время тяжело поддерживать такой уровень английского, потому что с учителем в меньшей степени начал сейчас заниматься, только стараюсь с иностранцами Спартака больше так общаться, больше учиться у них чему-то. И они хорошие учителя. А как ты относишься к тому, что болельщики на трибунах, я неоднократно слышала, называют тебя Татарчонок? На самом деле ни разу не слышал, но почему бы нет. То есть ты находишь это мило? Ну да, еще с таким уменьшительно ласкательным, поэтому почему нет. Скажи, твое любимое блюдо все-таки это беляш или оч-почмак? Ну, скорее оч-почмак. А ты умеешь готовить его? На самом деле в плане готовки у меня очень плохо все. Последнее время только на карантине так что-то начал, но все равно тяжело. Родители выручают? Ну да, родители. Сейчас большее время провожу на базе, поэтому повара на базе тоже выручают. Расскажи теперь, а что ты всегда держишь при себе? Что я всегда держу при себе? Ну, если в повседневной жизни, наверное, телефон отвечу. А если на матче, ну, наверное, что можно держать? Всегда со мной молитвы, всегда надеты бутсы, надета форма. О, рыбу смотри, вы здесь кормите иногда, подкармливаете их? Да, тут же нельзя кормить, тут вон вроде. Кормить рыб запрещено, ведется видеонаблюдение, тут все под строгим контролем. А ты правила не нарушаешь? Конечно, конечно, соответствуем. Какой сериал заставил тебя больше всего плакать или смеяться за последнее время? На самом деле я не особо такой прям сентиментальный и немного плачу. Поэтому из сериалов просто последний посмотрел «Бумажный дом». Очень понравился. Сейчас вот досматриваю как раз четвертый сезон. И так смеяться тоже особо. Сериалы не заставляют. О, Артем, все работаем? Да. Долго думал. Расскажи мне, кто самый крутой дриблер в мире? Дриблер? Да. Ну, отвечу, наверное, Андрес и Ньеста. Почему? А ты же недавно побил рекорд Сане. Сане? Да. Но это было так. Однократное действие. Бросил вызов Ломику и Калуги. Они тебе ответили? К сожалению, нет. Ай. Все. Не мешай работать. К сожалению, нет. Но мы с ними поговорим на эту тему. Слушай, а ты знаешь такую группу? Она вот гремела в 90-е, как Иванушка Интернешнл. Слышал. А каким вот солистом ты хотел бы быть? Который голосистый поет, рыжий вот этот веселый? Или самый певучий Кирилл? Ну, наверное, самым певучим таким. Чтобы быть такой на первых ролях. Поэтому, да. Наверное, самый певучий. Тогда следующий музыкальный вопрос. Если бы твоя жизнь была песней, какая бы это была песня? Ой, на самом деле, не знаю. У нас тяжело ответить на этот вопрос. Так как к песням так отношусь, что, ну, могу слушать, но не прям как-то в смысл слов так внедряюсь. Поэтому не отвечу. Самый безумный твой партнер по команде в молодежной сборной? Самый безумный? Да. Безумный в каком плане? Ну, может какие-то такие вещи делать, о которых ты не ожидаешь. Не ожидаешь от него этих вещей. Да не, ну все, все ожидаемые. Ну, может там чудить немножко, еще что-то. Чуть-чуть, чуть-чуть. У нас все в меру и чудят, и все в меру. И эмоциональные, и когда нужно очень такие сильные в плане менталитета. Поэтому у нас такая дружная, хорошая команда. Тогда скажи, кто у тебя самый близкий или лучший друг в молодежной сборной, твой личный? Ну, могу ответить сразу нескольких. Так как мы большее время общаемся с Саней Ломовицким и с Колей рассказываем. Также Никита Калугин, Саня Максименко. Поэтому, да не, на самом деле все так очень близко общаются. Я думаю, мало где такая дружеская, такая приятная атмосфера. Тогда расскажи вот о ком-то из них что-то такое, о чем никто не знает, кроме тебя. Ну... Может кто-то поет там после... Саня Ломовицкий поет в душе очень-очень громко. Какой у него репертуар? Он на самом деле все поет. В основном такие новинки, хиты какие-нибудь. Но голос у него, правда, очень-очень не певца. А знаешь что? Что бы ты выбрал, талант Месси или работоспособность Криша? Ну... Наверное... Ну и того, и того. Нужно понемножку поэтому. Потому что без таланта все равно каким-то там значимым футболистом ты не станешь. А без работоспособности это вообще можно даже не думать об этом. Поэтому нужно компенсировать все вместе. Сейчас будет странный вопрос, ты удивишься. Но я жду твоего ответа. Какое у тебя любимое тотемное животное? Тотемное? Да. Это... Потому что такие есть тотемы. Кошки, там, змеи, еще кто-то. На самом деле... Как некоторые символы, которые там охраняют, берегут тебя. Никогда не думал об этом. Никогда не задумывался, на самом деле. К кошкам, к собакам отношусь так нейтрально. У меня никогда не было. Никогда... Да и не хотел бы, по крайней мере, сейчас. Поэтому... Трудный вопрос. Ладно, тогда дальше. Сейчас на пике популярности ВАР. Угу. Система помощника определения разных моментов. Судьям тебе или не знать о нем. Ну да. Расскажи, был ли какой-то эпизод, когда он действительно помог? Спартаку, наверное, нет. Со Спартаком всегда такие... Не очень приятные воспоминания у Спартака с ВАРом. Поэтому... Ну, это, конечно же, за справедливую вообще игру предназначалось. Но... Конечно, и темп игры, и вот эта атмосфера. Потому что очень долго вот это все смотрят. Потом думают, решают. Это очень тяжело футболистам, на самом деле. Ну и если... Ошибаться уже при наличии ВАР, то это уже, наверное, ненужная вещь в нашем футболе. Окей. Скажи, какое вот у тебя есть такое футбольное качество, которое просто вот болельщики должны видеть, любить его, гордиться им и постоянно его отмечать? Я не люблю... Нет, не люблю никогда говорить о своих качествах. Это... Каждому какое-то качество, наверное, нравится больше, нравится меньше. Мое дело просто показывать их на поле. Поэтому... Это уже лучше к болельщикам, к нашим вопросам. Да, скажи, кто у тебя был твой футбольный кумир из детства? Футбольный кумир Андрес Эньест, я уже неоднократно это говорил. Тот футбол, те мысли, которые он показывал, это очень-очень сильно, как по мне. Мне даже в детском возрасте очень нравилась мысль его, его действие. Поэтому Андрес Эньест, безусловно. На какой позиции ты играл по детям? Ну, всегда я... Сам, если детство брать, то какое-то время даже... Ну, когда там шесть человек на поле было, какое-то время играл последнего центрального защитника. Потом уже, когда со временем там все больше и больше народу на поле становилось, то в центре всегда играл. То выше, то ниже. Это зависело и от тренеров, и от ситуаций. Поэтому... Ну, в центре в основном. В центре поля. А твое самое нелепое прозвище было такое? Самое нелепое? Да не, в основном меня называют так... Наиль, Наильчик, Умяру, Умярчик. Поэтому... То есть все такое опять... Да. Даже в школе таких каких-то неприятных не было. Хорошо. Твое первое вообще... Какое футбольное воспоминание? Первое футбольное воспоминание... Не обязательно, когда ты начал играть, это может быть просто просмотр матча или там папа подарил первый мяч. Первый футбольный матч я помню свой посмотрел в 2008, когда наши играли на Евро, когда с голландцами. Это я точно помню. Я еще помню, что, когда наши забили гол третий... Нет, второй, второй. Выключили свет. И мы все в темноте ждали, когда там включат его, чтобы посмотреть какой счет, как сыграли наши. Там интернета особо-то и не было. И у нас, получается, рядом все дома тоже без света были. Мы не знали, как сыграли, как что. Но переживали очень сильно тогда, я помню. Я смотрел с папой, с мамой и с братом, да. Это я точно помню. Расскажи о своем главном нефутбольном таланте. Хоть ты не любишь себя хвалить? Ну и вообще, да, такие вопросы, что обо мне какие-то таланты, не таланты. Мы уже поняли, что ты пока еще не сильно умеешь контролировать. Да. Ну, да. Ну, ты и похвастался вот хорошему учебу английского. В школе какой-то талант, наверное, был, что там хорошо закончил школу с золотой медалью. Ничего себе. Ну, тоже нужно понимать, что я учился в спортивной школе. Поэтому нам и поблажки давали, потому что мы из всего года половину пропускали из-за турниров, из-за сборов, также из-за сборных. Поэтому мы дистанционно все занимались, но старался и даже и на сборах, и на турнирах выполнять все задания, все, что нам присылали учителя. Ну и, наверное, это воплотилось в такую мини-мечту, которая была в детстве. Ты знаешь, вот, может быть, ты об этом не знаешь, а я сейчас тебе расскажу, что твое имя с арабского переводится как достигший успеха. Получается, что так оно и есть, да? То есть ты сейчас следуешь своему имени, достигаешь успеха. Ну, стараюсь, да, по жизни, всегда стараюсь ставить цели. С детства меня родители приучили, что нужно ставить и добиваться. Поэтому это да, это соответствует. Слушай, ну вот если бы не футбол, то где бы мы смогли тебя сейчас увидеть? То есть, ну, закончил бы золотой медаль, поступил бы в вуз, да? Ну да, скорее всего так, да. Так бы продолжал учиться, больше времени учебе уделял бы. И, наверное, в каком-нибудь хорошем вузе сейчас бы учился и получал знания. Ну, вряд ли бы мы тебя там увидели. Ну да, скорее всего, да. Но все равно с детства мне привили то, что футбол в моей жизни не то, что даже привили. У меня у самого была такая любовь прям к футболу, что меня не оторвать там от мяча, меня не оторвать от поля, когда я с мячом. Поэтому, поэтому да, думаю, всю жизнь бы совместил с футболом точно. А какой суперсилой ты хотел бы обладать? Может, хотел бы какие-то... На самом деле никакой, нет, вообще никакой. Потому что, ну, мне мама всегда говорила, что все те качества, которые у тебя есть, они достаточны их, чтобы и иметь хорошую жизнь, и достигать тех же целей, и хорошо жить. Поэтому я никогда не хотел и не буду хотеть каких-то качеств, каких-то супер возможностей. А самый большой сюрприз расскажи, который тебе преподнесли? Может быть, на день рождения или это в детстве было? Как сейчас помню, первые бутсы, как я радовался, прям чуть ли не до слез. Потому что, ну, раньше все равно тяжело было в плане бутс, тем более я так, с такого маленького городка. И первые бутсы были очень такие прям значимые. Я помню даже, как я ехал и смотрел их, чуть ли не там не обнимал, не целовал. Какого они были цвета? Серого. Серого с язычком, ну, такие старенькие, супер такие простые. Но шипы уже были, блин, для меня как вообще что-то лучшее, что случилось в моей жизни. Скажи, а есть какой-то вот в твоей жизни лучший совет от тренера, который ты получил? Ну, я уже говорил, да, неоднократно в интервью. Я всегда занимался в детстве со старшими, потому что меня папа как отвел в 5 лет, так я и занимался там на 3-4 года старше. И тренер всегда говорил, что не думай, что ты там хуже, потому что ты младше. И это вообще не так. И на самом деле так по жизни у меня и случилось, потому что я всегда как бы чувствовал себя старше, чувствовал, что, ну, мне никогда не было некомфортно со старшими. И, ну, это вот такой мини-совет, который я вспоминаю в течение всей жизни уже. Поэтому так вот. А что бы ты хотел достичь к 30-ти годам? Что бы ты хотел достичь к 30-ти годам? Что бы я хотел? На самом деле на такой долгий, длительный срок не хочется ставить каких-то глобальных таких целей. Я привык смотреть на ближайшие там полтора-два года. Но если смотреть вот сейчас, то в плане футбольной жизни, то, конечно, хотелось бы добиться титулов со «Спартаком», больших побед. Что касается жизни, то, конечно же, семья – это очень важно. Как раз если смотреть до 30-ти лет, наверное, самое важное, что приходит на ум – это семья. Кто самый стильный футболист на свете, по твоему мнению? Самый стильный? Да. Астон Урунов. Ну, мы все шутим, да. Но он сам понимает, что такую мини-ошибку допустил, но шутки все равно никуда не денутся на эту тему. Слушай, а был какой-то тренд, какой-то известный, модный, например, которому ты поддался, а потом пожалел? Ну, может, подстричь? Нет, вообще нет. Как-то к брендам так отношусь, что… Нет, именно в тренд. Тренд какой-то. Тренд? Например, да, стрижки модные или мелирование какое-то. Нет, нет, с волосами точно ничего не делал. Всегда классическая, всегда такая спокойная стрижка, поэтому каким-то трендам не поддаюсь. В общем, пару тогда еще футбольных вопросов. Твой любимый финт. Финт? Да. Ну, в детстве очень любил Финзидана. Я помню, что я тренировал его постоянно, чтобы у меня получался. Потому что поначалу он как-то так корявенько выходил. Сначала потом научился одной ногой делать, потом с другую сторону. Ну и как-то, да, отвечу его. Ну, а в очко тебе прокидывали? Ну, конечно, когда-нибудь. Когда-нибудь как-то там в далеком прошлом, может быть, было. Что ты сделаешь сейчас сразу после этого интервью? Сейчас хочу пойти отдохнуть, потому что была такая довольно-таки тяжелая тренировка и чуть-чуть, может быть, поспать. Если вы разрешите. Мы тут посмотрели твой инстаграм. Так. И хотим тебе задать вопрос. Вот смотри столько фотографий. Расскажи вот нам про это фото вообще. Что это было и как это? Это фото? Откуда это, да? Это церемонии награждения. Первый шаг. ДФЛ вручал награду. Очень приятно на самом деле. И, да, пришлось там нарядиться красиво. Как ты любишь классические. Да. Не, на самом деле я люблю, да, классические костюмы. И на выпускном так. Два костюма покупал на последний звонок, на выпускной. И чтобы так выглядеть достаточно так красиво. Всё, мы отпускаем тебя. Спасибо. Спасибо. Спасибо.